Они занимаются тем, о чем всегда мечтали. Их цель – учиться новому, профессионально развиваться и каждый день доказывать человеческие возможности безграничны. Участники конкурса «Обилимпикс» – пример того, как нужно верить в себя, бороться с обстоятельствами и просто любить жизнь. Надо всего лишь учиться, стремиться к этому, если, конечно, ты хочешь рисовать или каким-то другим делом заниматься. Но вот мое любимое дело – это рисование. Я очень люблю рисовать. Мне нравится рисовать натюрворды, но по большей степени я люблю рисовать портреты. Я всегда мечтала, как я иду по подиуму, как мне рукоплескает зал. Моя мечта исполнилась. Я очень рада. Я участвую в номинации «Художественный дизайн». Я участвую здесь, потому что я хотела показать свои способности, так как я этим увлекаюсь. Мне это очень интересно. Севастополь присоединился к чемпионату «Обилимпикс» уже во второй раз. По сравнению с прошлым годом больше стало не только участников, но и номинаций. Конкурсанты соревнуются в трех возрастных категориях – школьники, студенты и специалисты. У нас появились новые номинации «Изобразительное искусство», «Карвинг», «Бухгалтерский учет и аудит», «Бесероплетение», «Предпринимательство». Так же, как в прошлом году. В прошлом году мы на национальном чемпионате заняли первое место в этой номинации. В день открытия регионального этапа зрителям показали концерт. В холле открыли выставку. В адрес участников звучали слова поддержки и восхищения. Я рад, что у нас очень много активных деток, студентов, взрослых людей, которые используют все возможности, чтобы добиться жизни, стать профессионалом. Мы постараемся сделать так, чтобы вот эта инициатива, она развивалась, чтобы возможности для наших ребят создавалось больше и больше. Для участников подготовили деловую и профориентационную программу, мастер-классы и круглые столы, где обсудят трудоустройство людей с инвалидностью и проблемы инклюзивного образования. Также для конкурсантов проведут экскурсии и кинопоказы. Региональный этап завершится 6 июня. Его победители в ноябре примут участие в национальном чемпионате. В Москве они встретятся с конкурсантами из других регионов России. Анастасия Синица, Александр Тарасенко, Новости ХТВ.